В массовые беспорядки действительно мог перерасти конфликт властей и торговцев гусенобродского рынка. Правда, чиновникам удалось усмирить протесты. Барахолку, как ни странно, действительно закрыли. А ведь сделать это не удавалось почти 15 лет. В результате сотни людей остались без работы, а земля, ради которой якобы и нужно было ликвидировать, крупнейший за Уралом вещевой рынок, оказалась властям не нужна. Портбилет не трогайте. Портбилет – это святое. Здесь никто не вправе мне продиктовать. Это мое личное. Поклясться на партбилете в том, что барахолка будет закрыта, мэра просили не зря. Ведь многие не верили. Ликвидировать крупнейший за Уралом вещевой рынок пытались с начала 2000-х. За попытки навести здесь порядок поплатились жизнями два вице-мэра – Беляков и Марьясов. Миллиарды рублей теневых доходов контролировал криминал, в частности, группировка Труновских. В 90-е годы на торговлю из этих контейнеров приходилось до 70% товарооборота региона. И вот тысячам торговцев приходится искать новые рабочие места. У нас больше половины банкротов. Больше половины банкротов. Всех билет в этих. Кризис какой. Мы хотим просто выжить. Чиновники предложили продолжить торговлю в крытых рынках. Однако посадочные, то есть деньги за право заключить договор аренды в новом здании, для многих оказались неподъемными. Входной билет, будем так говорить, страховой сбор, как они называют, от 150 в зависимости от расположения места до 500 тысяч. Это официально. Это официально. В других торговых центрах также арендная плата несопоставима с нашим. Впрочем, мест на всех не хватило. Сначала застройщик самого крупного центра «Восток» заявил, переезжать некуда. Оптовый рынок на северном объезде пока не сдан. Его руководство погрязло в судебных тяжбах с общественниками, которые настаивают строительство, ведется с нарушениями. Та молниеносность, та поспешность, с которой эти действия производились, я хотел бы побеседовать с человеком, который не согласится со мной с тем, что они носят серьезные, явные, вопиющие признаки коррупционного сговора и заказного характера этих действий. Из-за нехватки новых торговых мест барахолку закрыли на несколько месяцев позже, чем обещали. В ночь на 1 октября металлические ворота заварили, территорию оцепили полицейские. Но отсрочка ситуацию не изменила. Какая разница, от голода умрет, либо от стрелок умрет. Мне все равно. Пускай мне стрелять, я зайду. Столкновений не произошло. А вместо пяти микроавтобусов с недовольными продавцами до мэрии доехало всего несколько десятков человек. Только мы отъехали от барахолки буквально 20 метров. Не 100, не 120, а именно 20 метров отъехали. Гаишник нас выдернул из крайне левого ряда. Выдернул нас, именно нас. Но, видимо, по-разному передали. Немногочисленным и уставшим торговцам мэр пообещал очередной тайм-аут, чтобы те успели распродать свой товар. Да и то по ночам открытый конфликт погасили. Работать! 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 Правда, о реализации амбициозных планов по строительству на освободившейся территории барахолки метродепо и автовокзала в мэрии стараются не вспоминать. Чиновники уверенно заявляют только об одном. Открытие здесь так необходимого горожанам зимнего катка под открытым небом. Павел Афанасьев, Артем Шершнев. Новости Новосибирск.